Здравствуйте, уважаемые зрители! Видеоканал Планет Дзюдо. Мы в гостях у Руслана Сазонова. Он за моей спиной на тренировочном лагере. Сейчас подойдем и узнаем, что здесь происходит. Руслан, привет! Здравствуйте! Ну, давай, вкратце расскажи публике нуждающейся. Что происходит у тебя в клубе борьбы? Здесь проходит в данный момент новогодний традиционный сбор. Мы стараемся каждый год для того, чтобы дети у нас сильно не отдыхали, чтобы были в форме, проводить такие небольшие тренировки. У нас утром отработка техники, вечером на Барово. Нам сейчас приехали команды из Хаврово, из Балашки и еще там несколько секций. Как давно проводишь ты такие тренировочные лагеры? У нас недолго. У нас третий день пошел. Как много лет ты проводишь? Ежегодно. У нас новогодние сборы проводятся ежегодно. Но уже как наш клуб существует, где-то около десяти лет, так мы проводим новогодний сбор. Основные задачи, которые преследуются? Ну, основная задача, чтобы дети не выбивались из режима. Это первое. А второе, у нас достаточно плотный сезон. Уже в начале февраля ответственные старты у детей. Соответственно, нужно быть в хорошем форме, подготовлены. Соответственно, вот такие мероприятия проводим. Как я понял, утренняя часть – это техника, разбор, тактика, техника ведения поединка. Ты проводишь, да, эти все учебные занятия? Да, я провожу. Объясняется все подробно. Правый, левый. Участие может принять любой клуб, любой спортсмен, индивидуально или клубом? Ну, в принципе, да. У нас как бы без ограничений. Ну, вот просто сейчас Ковров сам проявил инициативу, позвонил мне. Вот мы решили как бы совместно сделать сбор. В принципе, наши двери для всех открыты. Мы не очень просят. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Так, вот проходят поединки дзюдоистов. Кто-то на татами. Кто-то отдыхает. Вот ребята стоят. Видите, вот. Сейчас спросим у них, как им нравится здесь. Откуда вы? Мы из Дагестана. Ну, из Мытища. Из Мытища, ага. Ну и чего вам здесь? Нравится бороться? Да. А зачем это все надо? Ну, мы сюда приходим, ну, заниматься спортом. Хорошо. Что-то у тебя вот глаз подбит. Комар укусил? Нет, я вчера боролся вечером и вот нацарапался. Ясно. Тебе тоже нравится бороться? Да, мне нравится. А что нравится? Бороться или изучать приемы? Больше что нравится? Наверное, изучать приемы, так как на практике лучше себя строить. Что-то много весело делать. Ты тоже с Мытища? Да. У Руслана Сазонова тренируешься? Да. Так, а вы откуда, ребят? С Балашки. С Балашки. Да. И у кого вы занимаетесь? У Матвиски. И что, вы думаете, дзюдо это хорошее дело? Да, конечно. А что ты так решил? Почему дзюдо хорошее дело? Потому что ты можешь восполнить свою мечту и она для этого характера. Ну и какая у тебя мечта? Моя мечта стать чемпионом. А потом что? Потом я все равно буду тренироваться и тренироваться. Точно? Точно. Как тебя зовут? Курбан. Ну мы с тобой через 50 лет встретимся. Если ты не будешь стоять на татами, я тебе позвоню. Хорошо. Хорошо? Да. Ладно. Так, а как? Ну, как тебя зовут? Тигран. Тигран. Откуда ты? Из секции? Да. Я в этой секции занимаюсь. Мытищик? Да. Руслана Сазонова? Да. И как тебе здесь занятия? Очень хорошие занятия и трудные занятия, сложные задания, но хорошее задание. Ты справляешься? Да, справляюсь. Давно занимаешься? Давно занимаешься? А так я занимаюсь дзюдо 5 лет. Ну я в Мутищу переехала и начал здесь заниматься. А раньше где занимался? Я раньше в Пушкине занимался у Алексея Борисовича и в Крыму. Да. О, молодец. Ну и что ты думаешь, дзюдо хорошее дело? Да. А почему? Ну, спорта норма жизни. Точно? Да. И ты хочешь продолжать заниматься дзюдо, когда ты будешь совсем старый, но здоровый? До смерти. Серьезно? Да. Нет, не до смерти скажи, до 120 лет. Да. Точно? Да. Ну мы с тобой увидимся, когда тебе будет 120 лет. Конечно. На татами? Да. Здесь в Мутищах. Приглашаешь? Ну хорошо, договорились. Кто тут еще у нас? Вот ребята, а вы откуда? Здравствуйте. Здравствуйте, с Балашихи. Вот, с Балашихи. Вы тренер. Папа. А вот тренер. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы тут делаете? Нас позвали на бакет. Ну хоть бороться за бакет. Так, это приманили, да? Да, да. Ну а если серьезно, вообще вот тренировочные сборы у Руслана Сазонова, насколько они продуктивны, на ваш взгляд? Руслан Сазонова уже сам об этом говорит. Не знаю, кто такой Руслан Сазонова. Это лучшая школа. Одна из лучших областей. Здесь по-другому будет быть не может. Рекомендуете? Тоже рекомендую. Настоятельно рекомендую. В приказном порядке. Ездить, позаниматься, бороться. Хорошо. Как у вас в Балашихе вообще? Ситуация с дзюдо? Средняя тяжесть. Что-то получается, что-то нет. Народ интересуется? Народ интересуется, конечно. Все тоже популярно очень. А что там с самбо? Самбо. Продвигаем. Продвигаем, но не как раньше. С изменением правил, теперь самбистик задается. Это две разные команды. Как раньше, одна команда не борется. Стоять там и там. Но если самбо будет олимпийским ворсом, мы будем бороться по самбо. Хорошо. Посмотрим. Увидим. Здравствуйте. А вы откуда? Я из Коврова. А, вот о ком говорил Руслан Сазонов. Ясно. А вы что тут делаете? Приехали меняться опытом. Побыть. Поменялись опытом? Ну, да. Интересно? Очень. А что такого для себя? Ну, в Коврове вообще сильная школа и самбо. Ну, и в принципе, борьбы и так далее. Что здесь можно узнать нового? Что узнали для себя? Руслан Александрович, он не последний в своем спорте. Он чемпион мира. Линия Наката. Ну, правда, по самбо. У него есть что показать. Он учился у хороших учителей дзюдо. Вот. Он сам нам рассказывал, что тренировался у него здорово. Вот. Нам было интересно. Ему есть что показать. Как у вас ситуация в Коврове? Зюдо популярно или самбо больше? Зюдо. Все популярно. Детей много идет? Детей очень много. Залы открываются? Открываются. А у вас как клуб или спортшкола? Спортивная школа. Мелехов. Все приготовились. В районе работы. Хорошо. Успехов вам. Спасибо. Ну, вот вы увидели, что происходит у Руслана Сазонова. Так что, если в следующие январские новогодние праздники вы будете где-то неподалеку от Матич, звоните Руслану и заходите побороться. А может и узнать что-то интересное из техники и тактики дзюдо и самбо. До новых встреч.